Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Вот Как Книга Балалайка, меня зовут Игорь. И сегодня мы с вами разберем новые книги, которые у меня появились за последнее время. А из-за того, что было достаточно много всяких распродаж, книг появилось достаточно много. Их и так в обычном режиме достаточно много появляется каждый месяц, а в этом месяце что-то как-то нетипично много, как мне кажется, их у меня появилось. И поэтому сегодня мы с вами будем разбирать все новые книги, которые я к себе купил, или которые ко мне приехали от издательств, и всё в этом духе. Ну ладно, всё, давайте скорее начинать и давайте переходить к книгам. И начнём мы с вами, наверное, как обычно, с детектив. И самая яркая, самая главная покупка этого месяца, это кто? Это, конечно, грубер, ура! Друзья, давайте отметим этот день, давайте порадуемся. Теперь у меня весь грубер, все пять книг его собраны, они у меня теперь есть. Ура! Обожаю грубера, как я вам уже говорил. Мы здесь с вами, по-моему, только первую книгу его обсуждали. А тем временем у меня прочитано три его книги. И первая книга это «Смерть с уведомлением», напоминаю вам. Вторая книга это «Смертный приговор». Третья книга это «Сказка о смерти». Четвёртая книга это «Смертельный хоровод». И пятая, последняя книга это «Метка смерти». И вот у меня уже прочитаны «Смертный приговор» и «Сказка о смерти». И я вам могу сказать, что третья книга «Сказка о смерти» на данный момент моя самая любимая. И то есть, если вы тоже читали только первую книгу или первую и вторую, и вам нравится грубер, то представьте, в третьей книге будет всё ещё круче. И что самое главное, мы про Мартина С. Снайдера узнаем такие вещи невообразимые вообще, что я когда читал, я когда узнавал, а там главное дело, главное преступление будет связано с личной жизнью Мартина С. Снайдера. И я когда всё это читал, у меня просто в голове это всё не укладывалось. Это было настолько интересно, настолько захватывающе. И вот третья книга, мне нравится и первая, и вторая, но третья «Сказка о смерти» моя самая и самая любимая. И, как мы уже тоже с вами говорили, что отличительная особенность детективов Андреаса Грубера заключается в том, что там преступники действуют в соответствии с какими-то книгами. И вот первая книга, это была детская книга. В «Смертном приговоре» здесь у нас «Данте и его божественная комедия». А в «Сказке о смерти» здесь у нас, как мы с вами понимаем, сказки Ханса Кристиана Андерсена. А что дальше будет, я ещё пока не знаю, потому что ещё четвёртый и пятый мне предстоит прочитать. Ладно, это у нас покупки, они прочитаны, поэтому всё, замолкаю. Я думаю, что по-любому нам с вами нужно будет снять отдельное видео про Грубера, потому что настолько он мне нравится, настолько он мне интересен, поэтому я думаю, что нам с вами надо будет как-то детально поговорить про каждую его книгу. Но я когда прочитаю четвёртую и пятую, тогда, наверное, мы с вами снимем отдельное про него видео. Дальше также продолжим наши детективные путешествия. И третья часть от цикла про Мэтью Корбетта от Роберта Маккамена. И третья часть называется «Мистер Морг». А я сейчас дочитываю вторую часть «Королева Бедлама». Мне она очень нравится, мне она нравится, может быть, даже чуть больше, чем первая часть. Первая часть называется «Зов ночной птицы». Как раз про «Зов ночной птицы» мы здесь с вами достаточно подробно говорили. Я надеюсь, вы это не пропустили. Про «Королеву Бедлама» мы с вами подробно поговорим в прочитанном в конце месяца. И я думаю, что в сентябре как раз я возьмусь за «Мистера Морга». Кстати, небольшое наблюдение. В «Королеве Бедлама», там, когда вот Мэтью Корбетт приезжает в этот Бедлам, собственно, к королеве, там вскользь упоминается некоторый преступник, очень опасный, очень хитрый, и зовут его «Мистер Морг». Собственно, вот, насколько я понимаю, как раз третья часть у нас будет связана с этим преступником. И там тоже вскользь говорится о том, что необходимо будет его перевести, и, по всей видимости, Мэтью Корбетт будет сопровождать этого хитрого и опасного преступника. Кстати, на удивление, третья часть, мне кажется, самая маленькая из всех книг в этом цикле. Это немножечко расстраивает, но, да ладно, надеюсь, по сюжету она будет не менее интересная, чем предыдущие две. Дальше у меня новинка от «Азбуки», и это книга Бенджамина Стивенсона «Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил». И, насколько я понимаю, это больше относится к ироническим детективам. И у нас здесь есть семейство. А как зовут это семейство? Семейство Каннингем. И каждый в этом семействе, соответственно, кого-то убил. И все начинается с того, что у нас здесь есть главный герой Эрнест, и все это его семейство Каннингем собирается в уединенном отеле, по-моему, или где-то там. И причина этого сбора заключается в том, что они встречают из тюрьмы другого своего родственника, как раз брата Эрнеста Майкла. И еще загвоздка в том, что Майкла посадили из-за показаний Эрнеста. И, по всей видимости, здесь есть такое напряжение внутри семьи. И, естественно, все проходит негладко, и обнаружено тело. И, соответственно, конечно же, так как Майкл только что вышел из тюрьмы, и тут появляется тело, все начинают его подозревать. Но Эрнест терзается чувством вины из-за того, что Майкл отсидел из-за его показаний. Он начинает расследование. И по мере расследования вскрываются различные тайны, тайны членов этой семьи. И в то же самое время появляются еще новые трупы, новые жертвы. И вот по этому следу кровавому нам нужно будет идти вместе с главным героем. Кто же там убивает или все там убивают, непонятно. Но, опять же, я жду, что это будет детектив. И в то же самое время с какими-то юмористическими, что ли, вставками. Потому что все-таки я так полагаю, что это больше к ироническим детективам относится. Поэтому, конечно, очень мне хочется познакомиться с этой историей. Я надеюсь, она меня тоже не разочарует. Дальше у меня две новинки от Инспири. Давайте начнем с милой женушки Дарби Кейн. Сейчас сниму вам полусупер, чтобы вы могли полностью увидеть эту обложку. И что касается сюжета. У нас здесь есть семья. И все считают, что эта семья вполне благополучная. И вот там есть, значит, мать, а ее муж, он работает в университете. И вот, казалось бы, он вроде уважаемый человек, но его жена знает его грязный секрет. А грязный секрет заключается в том, что этот профессор, он соблазняет студенток и записывает это на видео. И в какой-то момент в городе пропадает очередная молодая женщина. И это, видимо, становится спусковым механизмом. И наша главная героиня решает убить своего мужа. И, по всей видимости, у нее это получается. И таким образом в городе одновременно практически пропадает и молодая девушка, и вот этот профессор. Естественно, город в панике. Кроме нашей главной героини, потому что она понимает и знает, что случилось с этим профессором. Но в какой-то момент она будет под напряжением, скажем так. Потому что тело ее, этого мертвого мужа, куда-то пропало. Куда-то исчезло. И непонятно, что произошло. И действительно ли он мертв. А если он мертв, то кто забрал это тело? Кто его похитил? И все в этом духе. Такая вот тайна. И с нашей главной героиней придется расследовать эту тайну. По аннотации мне она очень даже понравилась и заинтересовала. Поэтому я себе ее взял. И вторая книга. Это Кэрол Джонстон. Зеркальная страна. Кстати, в комментариях под видео с триллерами Инспири мы обсуждали, что сейчас триллеры Инспири есть разных форматов. И вот даже сейчас это заметно, потому что эти две книги у меня, видите, различаются. Дело все в том, что Зеркальная страна, так же как и книга «Мы начинаем в конце», так же как и книга «Первый день весны», они относятся к серии больше, чем триллеры. И как раз вот эта серия больше, чем триллеры, они увеличенного формата. Но там еще писали, что еще какие-то другие книги есть другого размера. Но я пока что-то не встречал. Я так посмотрел. У меня, в принципе, все остальные триллеры от Инспири, они вот одного формата, вот такого. А книги вот в серии больше, чем триллер, они увеличенные. И что касается сюжета. У нас здесь есть зловещий дом. В этом зловещем доме выросли две девочки-близняшки. И они этот свой дом называли «Зеркальная страна». Но основные события у нас будут происходить спустя 30 лет. И причина, почему все у нас будет происходить, и почему вообще, собственно, погружаемся в эту историю, а то, что одна из близняшек отправилась на лодке и исчезла. И вторая ее сестра как раз возвращается в этот дом, в эту зеркальную страну. Несмотря на то, что она на протяжении очень долгого времени не была в этом отчим доме, она не общалась со своей сестрой, но вот это происшествие вынуждает ее приехать. И она приезжает, и она снова встречается с тайнами прошлого. Кроме того, там есть еще такой интригующий момент, что ей какой-то неизвестный на имейл отправляет послание. И благодаря этим посланиям наша главная героиня находит листы из дневника своей пропавшей сестры. И таким образом этот дневник собирается, и все вот эти тайны прошлого, какие-то проблемы, травмы, они снова набирают силу, они снова опускаются на голову нашей главной героини. И по всей видимости, как раз благодаря этому, благодаря этому дневнику, наша главная героиня должна найти свою пропавшую сестру. И самое главное, что меня еще подкупает в отзывах на эту книгу, очень часто говорят про двойное дно, которое есть в этой истории. И здесь какой-то супер неожиданный финал должен быть. И я на это, собственно, повелся, и очень мне хочется супер неожиданный финал, поэтому эта книга у меня теперь есть, и я думаю, что, ну, наверное, не в августе, но в сентябре я за эту книгу точно возьму. Сейчас мы с вами продолжим тему зловещих домов, потому что у меня появилась книга Эйрейн Корриган «Тайна дома Гленнан Хайтс». А все дело в том, что эта история основана на реальных событиях. И даже про вот эту реальную историю я смотрел один из роликов на Ютубе в направлении вот Трукрайма. И в чем же там, собственно, дело? Там есть семья, которая купила себе дом, очень рада, въехала в него, но их радость и их счастье продлились недолго, потому что достаточно в скором времени, там буквально, когда они что-то вещи разбирали, они стали получать зловещие записки. Изначально эти записки были не столько зловещие, сколько какие-то такие приветственные, типа «Здравствуйте, добро пожаловать в этот дом, вас здесь ждали». И эти записки подписывались как наблюдатель. А кто этот наблюдатель, никто не знал. И что самое пугающее, с течением времени тон этих записок становился все более и более агрессивный. И там уже в какой-то момент этот наблюдатель, он начинает угрожать этой семье, угрожать их детям. И, по-моему, там еще был момент с тем, что в каком-то одном из письменов он писал, что предыдущие жильцы этому наблюдателю пообещали детей, и, собственно, поэтому они продали этот дом новой семье, и чтобы дети этой новой семьи, которая сейчас там живет, они принадлежат наблюдателю. И он там стал угрожать и родителям, что вы попадете в аварию, и все в этом духе. И, соответственно, естественно, эти члены семьи, они обратились в полицию, но, по-моему, так и безрезультатно. И, по-моему, на данный момент это дело все еще так и не раскрыто, и так еще не установлено, кто же этот наблюдатель. И как раз вот автор вдохновилась этой историей, и написала книгу с похожим сюжетом. Но, насколько я понимаю, это у нас все-таки не документалистика, это все-таки художественный роман, и здесь вот как раз просто источником вдохновения выступила эта история про этот дом наблюдателя. Но как же там все будет разворачиваться, как все будет происходить, это уже фантазия автора, и мне стало очень даже интересно прочитать ее. Ну и, опять же, тема зловещих домов, это такая интригующая тема, что я, конечно, не смог пройти мимо этой книги. И еще один зарубежный детектив, который у меня появился, это «Большая кража» Джеффа Линдсия. Собственно, почему эта книга у меня появилась? Потому что Джефф Линдсий – это у нас автор Декстера. Он по его романам сняли вот этот известный сериал, который мы с вами, Декстера, наверное, все больше знаем все-таки по сериалу, чем по книгам. Но вот Джефф Линдсий – это создатель этого Декстера. Я хоть у него книги про Декстера не читал, но я смотрел сериал, мне он очень понравился, естественно. И я решил, что вот его новый роман я хочу прочитать. И что касается… Ну, по названию мы с вами понимаем, что здесь у нас дело будет связано с ограблением, но с непростым ограблением. У нас здесь есть главный герой, который вот он суперграбитель, и у него есть мечта совершить грандиозное ограбление, причем удачно его, соответственно, совершить. И у него и так уже много побед. Он там украл какую-то огромную статую, которая весила сколько-то там тонн на открытии выставки. Но все ему кажется не то, и все ему кажется мало. И тут в какой-то момент в Нью-Йорке открывается выставка о драгосценности короны Ирана, по-моему, если я не ошибаюсь. И он решает, что эта грандиозная выставка, суперохраняемая, это как раз тот самый вызов, это то самое дело, которое он должен совершить. И вот у него есть напарница, которая хорошо разбирается в искусстве, и вот вместе с этой своей напарницей он начинает готовить это дело. Но на самом деле, как нам здесь гласит аннотация, вариантов успешного исхода этого дела очень даже мало. И есть огромная вероятность, что наш главный герой пострадает во время этого ограбления. Но как же будет все на самом деле, это мы с вами узнаем только когда прочитаем этот роман. Я тоже, надеюсь, не буду его откладывать в долгий ящик, и тоже в скором времени возьмусь и прочитаю. И к тому же, знаете, вот эта тема ограблений, она мне не то, чтобы как-то была близка, и не то, что меня интересовало, но после бумажного дома, соответственно, эта тема стала мне очень даже интересной. И поэтому я себе, конечно, вот эту книгу взял и буду читать. Дальше у меня, наконец-то, появился «Отель у погибшего альпиниста» от Аркадия и Бориса Стругацких. Эту книгу я взял исключительно по рекомендациям. Мне в телеграм-канале, в комментариях, очень часто упоминали про этот роман, и поэтому я решил, что, наконец-то, пришло время. Мне нужно исправить то, что я не знаком с этой историей. Но, насколько я понимаю, это у нас что-то из разряда фантастического детектива. И там я так в аннотацию немножко глянул, и здесь что-то про инопланетян, по-моему, даже будет что-то такое. Вот. И поэтому, конечно, собственно, прежде всего из рекомендаций в комментариях я взял себе эту книгу и буду ее читать. Дальше у меня здесь «Правый берег» Егора Лисицы от Лизы Лосевой. Лиза Лосева пишет у нас цикл про Егора Лисицы. И какой казус? «Правый берег» Егора Лисицы – это вторая книга из этого цикла, потому что первая книга – это черный чемоданчик Егора Лисицы. Но так вышло, что изначально у нас вышла вторая часть, а только потом первая. И я, кстати, вот что-то сейчас в последние дни не смотрел, но когда вот я последний раз обращался к интернет-магазинам, «Черный чемоданчик» Егора Лисицы, он был еще в предзаказе. Поэтому пока еще первой книги у меня нет, но вторая у меня уже появилась. Почему я решил знакомиться с этой историей? Прежде всего, потому что на фестивале на Красной площади я был на круглом столе, посвященном историческим детективам. И как раз вот на этом столе присутствовала Лиза Лосева, и она рассказывала про то, как она пишет этот цикл. А это у нас исторический детектив, потому что у нас здесь начало 20 века. Меня подкупило, что Лиза Лосева обращала внимание даже на самые какие-то мелочи в работе судебного эксперта, и она исследовала очень много материалов, там вплоть, знаете, до вопроса использования резиновых перчаток. Когда их начали использовать во времена, когда происходят события, эти книги могли ли их использовать, или тогда только еще думали об этом. И вот как раз много различных деталей, к которым очень скрупулезно относится Лиза Лосева, и меня вот такой подход к написанию исторических детективов очень даже подкупил. И поэтому я решил, что я хочу знакомиться с этим циклом. И вот вторая книга у меня есть, но когда у меня появится первая, тогда я уже приступлю к знакомству. Еще один отечественный детектив, который у меня появился, это Антон Фарутин, Арсанты, Дети Богов. Я, правда, не знаю, здесь смесь детектива с другим каким-то жанром, или же здесь чисто детектив. Но по сюжету у нас здесь есть детектив Джек Стоун, который расследует серию преступлений, и в своем расследовании он сталкивается с супервлиятельной организацией. И у этой организации есть свои подвязки и в полиции, и везде, и в финансовой сфере. То есть они такие супервлиятельные. Ну, что-то, наверное, из разряда, как, например, масоны какие-нибудь. И таким образом след, по которому идет наш детектив, указывает на то, что все преступления эти связаны как раз с вот этой организацией. И таким образом, насколько я понимаю, наш главный герой бросит вызов этой супервлиятельной организации. А что же там будет происходить? Сможет ли победить наш главный герой? Это мы с вами узнаем, когда прочитаем эту книгу. Дальше из-за скидок на лабиринте у меня появились три книги, которые я не планировал, и которые я... Ну, нет, я, наверное, хотел, чтобы они у меня появились. Но если бы не скидки, скажем так, они бы у меня точно не появились. И это три книги Стивена Кинга в серии «Книжная полка». Во-первых, в этой серии вышел мистер Мерседес. Я решил, что он мне нужен. Хотя я долго сомневался, потому что, с одной стороны, мистер Мерседес на данный момент – это одна из моих самых любимых историй у Стивена Кинга. Но в то же самое время я не отношусь к тому типу людей, которые собирают одну историю в разных оформлениях. Я не вижу в этом смысла. У меня, мистер Мерседес, вся трилогия в одной серии «Черная башня». Мне она очень даже нравится. Она у меня прочитана, стоит. Все прекрасно. И я вот думаю, а надо ли мне? Ну, перечитывать, может, когда-то я буду, и только тогда я обращусь к этой серии. А потом думаю, такая огромная скидка, что... Ай, ладно. И, в общем, короче, вот мое стремление к скидкам, моя любовь к скидкам победила. Таким образом, у меня теперь есть второе издание мистера Мерседеса. Но, опять же, не так обидно, потому что я очень даже люблю всю эту трилогию. И похожая ситуация у меня со «Жеребием Салема». Тоже она у меня появилась. И тоже она у меня есть в «Черной башне». Но отличие в том, что «Жеребием Салема» я еще не читал. И я еще не знаю, понравится ли мне эта история или нет. Но я решил, что я прочитаю. И если вдруг мне не понравится, то я все-таки эту книгу оставлю. А от книги в серии «Черная башня» я избавлюсь. «Темная башня», наверное, правильно сказать. Я избавлюсь. И оставлю только один экземпляр этой книги. А если понравится, то оставлю, как и мистера Мерседеса 2. И еще у меня появилось «Сердца в Атлантиде». «Сердца в Атлантиде», правильно. Что-то у меня сегодня с ударениями здесь на кинге не так. Про эту книгу я тоже мало что знаю. Она просто была по скидке. И там все, случился туман, свет, провалы в памяти. Просто эта книга теперь у меня есть. И не уходя далеко от семейства кингов, у меня теперь есть сборник рассказов от Джо Хилла «Черный телефон». Как вы, думаю, понимаете, этот сборник я взял из-за того, что у нас вышла экранизация черного телефона. Вышел фильм. Я еще пока фильм не посмотрел. Но я думаю, что я прочитаю этот рассказ. А потом буду смотреть экранизацию. Ну и опять же, мне будет интересно познакомиться и с другими рассказами. Потому что в целом с творчеством Джо Хилла я еще пока не знаком. Но по отзывам на его книге я слышал, что у него очень здоровские рассказы. И при этом не очень-то интересные романы. Не в обиду поклонникам Джо Хилла скажут. За что купил, за то и продаю. Это не мое мнение. И поэтому будет интересно познакомиться. И вот начну я знакомство с этого сборника. Дальше еще одна огромная ожидаемая книга. И это «Благословение небожителей» второй том. Наконец-то он ко мне приехал. Я оформлял предзаказ на него на Лабиринте. Благодаря чему он у меня по огромной какой-то скидке. Мне этот том обошелся что-то в разряде 600 с копейками рублей. И он наконец-то у меня есть. Я думаю, что тоже в скором времени буду его читать. Проблема лишь в том, что у меня и так достаточно большие планы на август. И я вот их исполняю. Но мне еще столько там читать. Из того, что я обещал прочитать в августе. Поэтому я не знаю, как мне вклинить благословение небожителей. Но я думаю, что это нужно будет как-то сделать. И что тоже в скором времени я прочитаю. И первый том мы здесь с вами обсуждали. И надеюсь, что в скором времени мы с вами обсудим и второй том. Так, друзья, если вдруг вы устали, то потерпите. У нас остается не так много книг. У нас остаются еще книги от издательств и книга от зрительницы. Итак, давайте начнем с издательства «Миф». У меня появилось две книги. Я себе взял. Первая книга это Марико Тамаки. Лора Дин снова меня бросает. Здесь нужно сказать, что это графический роман. Этот графический роман 18+, потому что, насколько я понимаю, он посвящен теме ЛГБТ. И у нас здесь есть главная героиня, которую зовут Фредди Райли. И у нее есть возлюбленная, собственно, та самая Лора Дин. И казалось бы, все могло быть хорошо, но Лора Дин себя очень странно ведет. Она то расстается с нашей главной героиней, то снова ее возвращает себе. И в целом какое-то есть напряженное отношение. Но мы с вами понимаем, что это такие абьюзивные отношения. И в целом такой момент напоминает нам что? Напоминает нам роман «Зверобой» от Ксении Бурской, который тоже мы с вами недавно здесь обсуждали. И я решил, что я хочу себе этот графический роман, хочу познакомиться с ним. Я его еще заприметил на презентации от Мифа, на которую меня приглашали. И вот, наконец-то, этот графический роман вышел. Буду его читать. Буду подробнее узнавать про абьюзивные отношения. И вторая книга от Мифа – это Крис Бонжалион «Час ведьмы». Здесь у нас действие происходит в Бостоне в 1662 году. У нас есть главная героиня, которая замужем. И только она знает, какой ее муж-тиран. Для всего мира, для всех жителей этого города, они такие прекрасная пара. Этот муж такой заботливый. Но на самом деле нет. И наша главная героиня после определенных событий решает расстаться с ним. Но мы с вами понимаем, что это очень темные и дремучие времена. И развод – это очень тоже странное и крамольное дело. Кроме того, еще же есть вот это пристальное внимание к проделкам дьявола, к ведьмовству. И таким образом, наша главная героиня, она оказывается в опасности. И не только из-за своего мужа, но и из-за всех вот этих возможных угроз, обвинений в ведьмовстве и все в этом духе. Так, еще у меня здесь два романа от издательства «Азбука». И они относятся больше к историческим романам. Первая книга – это Бернард Корнуэлл «Ватерлоу. История битвы, определившей судьбу Европы». Ну, здесь, собственно, по названию мы с вами понимаем, про что у нас здесь пойдет речь. Книгу я взял, потому что это Бернард Корнуэлл, собственно. Ну, и в целом, про «Ватерлоу» будет очень интересно узнать. К тому же, здесь говорят, что Бернард Корнуэлл будет писать еще и про предшествующие события, и в целом анализировать последствия этого сражения. И еще эта книга издана очень классно, потому что здесь у нас супер обложка. И еще здесь очень много карт, здесь очень много иллюстраций. И в целом, это, знаете, такая прям подробный, подробный путеводитель по этому сражению и по, в целом, исторической обстановке, когда это все происходило. И поэтому я решил, что я очень даже хочу себе эту книгу. И вторая книга – это «Бен Кейн. Спартак. Гладиатор». Здесь мы тоже с вами понимаем, про кого у нас пойдет речь. Дело все в том, что у нас здесь события будут происходить во Фракии, когда Спартак уже вернется со своих этих сражений. Но там будет новый правитель, тиран, и он схватит этого Спартака и снова будет стремиться его продать. Как же там Спартак будет бороться с этим совсем, это пока еще не ясно и неизвестно. И в целом, знаете, фигуры Спартака, я вот знаю, только как-то чисто номинальные, только какие-то общие там сведения про него, опять же, тоже из-за каких-то художественных фильмов там. А так я достаточно подробно и детально про Спартака ничего особо и не знаю. И поэтому я решил, что нужно познакомиться, нужно почитать, потому что такая выдающаяся фигура. И поэтому я себе эту книгу взял и тоже буду читать. В заключении книга, которая ко мне приехала от зрительницы, и это роман «Прочь из моей головы» Софьи Ралдугиной. Мы с вами Софью Ралдугину уже обсуждали, особенно обсуждали ее книгу «Тимьян и Клевер». Мне эта книга очень даже понравилась. Я решил, что хочу продолжать свое знакомство с творчеством Софьи Ралдугиной. И у меня уже появилась еще одна новая ее книга. И теперь вот у меня еще есть и «Прочь из моей головы». Анотация интригующая. И здесь у нас есть главная героиня, которая вроде живет достаточно успешной жизнью. У нее есть интересная работа. У нее есть свой блог, который называется «Спросите куницу». А куница – это то, что меня подкупает. Я не знаю, рассказывала вам или нет, но у меня здесь вот на ребре татуировка куницы есть. Ну, правда, все, кто ее видят, считают, что это медведь. И я какое-то время пытался объяснить, что не медведь, это куница. Но потом я устал это делать и соглашаюсь. Медведь – так медведь. Ну, хотя, знаете, так звучит, устал это делать, как будто тут проходной двор. И как будто столько людей прям лицезреют. А в моей татуировке, ну, в целом вы поняли, короче. Ну, куниц я очень даже люблю. Хоть и татуировка не очень-то удачная. И, так, вернемся к книге. Отвлеклись. И у нас здесь главная героиня живет достаточно успешной жизнью, любит черный цвет, фильмы ужасов. Но в то же самое время она считает, что она сумасшедшая. Почему она так считает? Потому что она слышит какие-то голоса. И здесь как раз вот эта вот загадка. Действительно ли с нашей главной героиней что-то не так? Либо, возможно, здесь какое-то мистическое направление будет. И, возможно, здесь какие-то духи, призраки, еще что-то. В целом интригует, интересно. Обложка, к тому же, мне очень даже нравится. Поэтому будем читать. Ну что, друзья, это были все книги, которые у меня появились за последнее время. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. Также я вам напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где мы с вами подробно говорим про книги, про true crime и про все в этом духе. Так что вам тоже советую подписаться на мой телеграм-канал, если вдруг тоже еще до сих пор вы это не сделали по какой-то причине. И до новых встреч и до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok